Служить и защищать, соревноваться и выигрывать. Анадорские силовики в преддверии дня физкультурника провели турнир по мини-футболу. Его совместно организовали Окружное управление Росгвардии и Департамент культуры, спорта и туризма. Игры проходили на открытых площадках Окружного детского реабилитационного центра. В соревнованиях приняли участие семь команд Росгвардии, связистов, управлений МВД, МЧС, судебных приставов, погрануправления и ФСБ. Для силовиков это хорошая возможность познакомиться с коллегами в обстановке спортивного азарта. И несмотря на ненастную погоду, это хороший отдых от служебных будней для людей в погонах. В Росгвардии организуют состязания по мини-футболу в Окружной столице уже не в первый раз. И всегда они становятся спортивным праздником для участников. Чукотская земля, она, наверное, как нигде сплочает коллективы. И не было ни разу, чтобы кто-то отказался от проведения подобного рода соревнований. Соревнования проходили по смешанной системе. Каждая игра получилась жесткой и упорной, хотя уровень и слаженность коллективов были довольно разными. По итогам игр в подгруппах лучшими стали команда управления МВД, воинской части 90.0.99, пограничники и судебные приставы. Они разыграли призовые места. В матче за бронзу сошлись военные связисты и приставы. По регламенту соревнований таймы были 10-минутными, плюс 5 минут перерыв. В игре за третье место связисты смогли забить один гол. Он и стал решающим. Судебные приставы хоть и пытались отыграться, но этого сделать им не удалось. В итоге 1-0 и команда воинской части 90.0.99 занимает третье место. Игра была очень позитивная. Спасибо соперникам. Проявили честную, достойную игру. Ну, сегодня нам повезло чуть-чуть больше, чем соперникам. Забили гол быстрый, держали позиции, не дали забить соперникам. Более упорной получилась встреча за золотые награды турнира. Пограничники первыми открыли счет, но полицейских это не смутило. Они ответили двумя мячами ворота соперников. Во втором тайме команда погрануправления счет сравняла. После чего взаимные атаки ни одной из команд не принесли никому успеха. Все решалось в послематчевых пенальти. В короткой серии из трех ударов удачливее оказались пограничники. Заслуженно они заняли первое место. Что помогло? Как обычно, армейская товарищеская дружба. Ну и навыки у кого-то, какие-то технические, скажем, приемы. Физическая подготовка, в конце концов. Серебряные медали достались команде управления МВД. Для них это был первый турнир, организованный Росгвардией за три года. Кто-то один выигрывает, один проигрывает. Но не получилось, что ошибка была в конце. Немножко не дотянули. А так, в целом, каждому хочу сказать спасибо за игру. Все били, все молодцы. На досойном уровне прошли этот турнир. По словам начальника кружного управления Росгвардии, целью этих соревнований была проверка сплоченности коллективов. И достичь этого удалось. Команда победителей и призеров получили заслуженные кубки и медали. Через год они планируют вновь встретиться на футбольном поле. Владимир Сироткин, Ярослав Сертун, Вести Чукотка.